Шалон! Сегодня мы поговорим о вопросах медицинской этики с точки зрения Аллахи. У нас уже было несколько уроков на эту тему. И предыдущий урок был посвящен очень серьезному вопросу, который стал особо актуальным в ходе современной пандемии коронавируса, которая, несмотря на все ожидания и надежды, вовсе не собирается нас покидать. И, очевидно, нам с ней придется жить еще достаточно долго. Так вот, один из вопросов тяжелых, вопрос не медицинский, а вопрос этический, который возник в начальной стадии распространения этой эпидемии, это медицинская сортировка. Как быть в случае, когда нет возможности в создавшихся условиях подключить всех тяжелобольных к аппаратам искусственного дыхания? Так было в Италии, в Испании зимой и в начале весны. Врач обязан спасать людей, он обязан постараться излечить как можно большее количество людей, но как быть в том случае, когда он не может обеспечить, с его ограниченными ресурсами, он не может обеспечить лечение всем. Как выбирать? Кому жить, кому умирать. Вот этот вопрос мы и начали рассматривать. Упомянули мы два подхода, которые существуют в современном мире и которые используются на практике. Это первый подход утилитаризма, который говорит, что в первую очередь нужно дать медицинское обслуживание тем людям, которые имеют больше шансов, с одной стороны, имеют больше шансов выздороветь, и излечение выздоровления даст им большее количество лет прожить. То есть так, чтобы суммарное благо, как это говорили отцы утилитаризма в 19 веке, чтобы суммарное благо общества в результате моих действий увеличивалось максимально. В этом идеал. Соответственно, грубо говоря, старики не в счет. Стариков, конечно, мы лечить будем, но только тогда, когда у нас есть возможности. А если возможности наши ограничены, то допросят нас старики. И многие больницы руководствовались этим принципом действительности на практике. Я до сих пор помню пост, который опубликовал в Твиттере «Испанский врач». Тогда это было весной. Сейчас я его уже не нашел, очевидно, его решили удалить. В этом пост был очень тяжел для восприятия. Врач рассказывал о том, что творится в его отделении. И сквозь слезы, с плачем рассказывал, что ему приходится, по указанию начальства, ему приходится отключать пожилых больных от искусственного дыхания с тем, чтобы дать возможность подключить более молодых больных. Понятно, что это не только психологически тяжело делать подобные вещи, но и с точки зрения этической довольно спорно. И не секрет, что есть и другой подход, совершенно противоположный, то, что называется, эгалитарный подход, который говорит наоборот, что нужно уравнять шансы всех людей, чтобы у всех людей были одинаковые шансы на лечение и выживание, соответствует с этим принципом. Наоборот, людям более слабым, тех, у которых болезнь находится в более тяжелой стадии, и людям пожилым, в особенности обитателям домов для престарелых, инвалидам и так далее, им нужно обеспечить лечение в первую очередь. Это принципы, которыми руководствуются реально больницы в мире. Теперь наш вопрос был, как Аллаха относится к этим вопросам. И, среди прочего, мы успели посмотреть одну цитату из сборника респонсов Робойши Файнштейна «Игрот Муше», в которой он говорит о факторе возраста. Вот я позволю себе еще раз ее процитировать. Посмотрим в текст. Вот что пишет Робойши Файнштейн в своем респонсе. Безусловно, мы обязаны лечить его так, как это только возможно, то есть ему дать все наши, все существующие у нас ресурсы лечебные. Точно так же, как молодому человеку. Выдаешься в том случае, когда сам старый человек не хочет этого. И говорит, что ему уже надоело жить, он уже устал, он уже хочет умереть. Дайте мне умереть спокойно. С этим мы совершенно не считаемся и не принимаем вообще этот возраст как фактор. И даже если человек, который говорит, что у этого старого человека нет шансов вылечиться, и говорит, что это большой врач, И даже в том случае, когда речь идет у врача, врач сидит дома, и он получает по телефону вызовы от двух больных. Один молодой, другой старый. Врач не может успеть к обоим. Он может успеть только к одному из них. А у обоих ситуация критическая. Возраст каждого из больных не является фактором, который мы, на основе которого врач решит, кому идти. Так пишет Ромой Шефайшин в одной из своих респонс. А вот теперь я хочу обратиться к другой его респонсе. Посмотрим текст. Я читаю текст по поводу Шнейхолин, Шейха Царих Ларипуй Вывадай, Вурак Лихаей Шаа. По поводу двух больных, когда нужно врачу решить. Один из них, один из двух больных, он называет его, он только Лихаей Шаа. То есть у него только временная жизнь. Так это буквально переведем. Ваши нис, афеким царих лирипуй зе, а валихулеем на рапоту. Второй больной, не точно известно, что ему нужно сейчас реанимация, что ему нужно сейчас палаты интенсивной терапии. Но если действительно нужно, то его можно излечить. А второй, это второй больной, а первый больной, как сказано по отношению к нему, Хаей Шаа. То есть всего лишь жизнь временная. Вообще постановка вопроса здесь удивляет. Прежде всего, ведь в предыдущей респонсе мы читали совершенно четко, что возраст больного не является фактором, на основе которого мы решаем, кому из больных дать приоритет. Это первое. А здесь выясняется, что вообще мы ставим одно против другого. Хаей Шаа – временная жизнь. И с другой стороны, хорошие шансы на выздоровление и долгую жизнь. Во-первых, взгляд, это противоречие. Второе. Что означает вообще понятие Хаей Ша – временная жизнь? А жизнь вообще как таковая, она что? Она появление вечности? Сама жизнь – она временное явление. Человек живет ограниченно. Как говорят наши мудрецы в Перкеавоте, ну, ладим, намут. То есть люди рождаются для того, чтобы умереть. С того момента, как человек родился, он уже начинает свой поход к той самой конечной точке, которую люди называют смертью. А по сути дела, вся его жизнь – это смерть в рассрочку. Когда платежи взымаются каждый день и каждый час. Сама жизнь по себе, она вещь временная. И поэтому действительно в Аллахе, на первый взгляд, нет никакой разницы между ценностью человека, которому 85 лет, и прожить ему осталось всего лишь несколько лет, в соответствии со статистикой, и ценностью жизни человека, которому 40 лет, и жить ему еще, опять же, по той же самой статистике, десятки-десятки лет. Как же это понять? Поэтому нам придется прежде всего посмотреть, как сам Мойшин Файнштейн в своих книгах, как он определяет это понятие, что такое хаейша. Я снова обращаюсь к тексту. Смотрим текст. Это другая его респонса. Манихша в хаейша. Там он прямо задает этот вопрос. Что считается хаейша, то есть временной жизнью? И тут же он определяет, что, в общем-то, это понятие хаейша, временная жизнь, оно существует только в отношении, то есть когда мы сравниваем это с другим человеком, с другим больным, шансы которого мы определяем как хаейша, то есть вечная жизнь. Понятно, что вечная жизнь – это в кавычках, в кавычках, в кавычках. Стало быть, у нас условные понятия. Условное понятие – временная жизнь против условного понятия – вечная жизнь. Что они означают? Я снова обращаюсь в текст. Следует точно определить. Манихша в хаейша в хаейша в хаеу нам. Что мы называем в сравнении одно с другим, что мы называем временной жизнью, что мы называем жизнью вечной. Имеется в виду следующее. Если у нас перед нами два больных. И по поводу обоих мы говорим, что есть возможность, что они вылечатся. Причем это не будет каким-то чудом медицинским, а могут вылечиться совершенно естественным образом. При помощи врачей или, несмотря на помощь врачей, они могут вылечиться. И здесь Аллаха говорит, что следует отдать предпочтение, приоритет тому больному, тому, кто может излечиться и в результате своего излечения, и он проживет больше чем год, больше 12 месяцев. Такой человек считается у него, то, что называется хискат хаим, то есть мы считаем его живым, обычным нормальным живым человеком. И это по сравнению с другим. Мы считаем его приоритетным по отношению к другому больному, который по свидетельству врачей не сможет жить больше года. Почему? Почему здесь водоразделом является год, 12 месяцев? Что определяет, что к одному мы относимся как к живому человеку, которому только нужно выздороветь от болезни, чтобы не погибнуть, а другого человека мы уже видим его одной ногой в лучшем мире. В чем здесь дело? Поясняет Рубой Шефа Эйнштейн. Потому что такой человек в соответствии с свидетельством врачей считается Трифа. Что такое Трифа? Вообще-то Трифа это термин из области кашрута. А именно, словом Трифа обозначается животное, которое проверили после того, как оно было забито, и выяснилось при проверке его внутренних органов, что внутренние органы его поражены либо какой-то внутренней болезнью, либо травмой в результате того и другого этого животного неизлечимо. Оно неизбежно погибнет в результате той болезни. то есть у нас нет возможности его излечить. Оно неизбежно погибнет в результате той болезни внутренней, которая у него есть, или в результате той травмы, которая нанесена его внутренним органам. Причем есть разные мнения в Талмуде, сколько времени должно уйти на весь этот процесс умирания. Но этот процесс уже пошел. Аллаха принимает то мнение, которое говорит, что Трифа то животное, которое мы называем Трифа, и его мясо нельзя употреблять в пищу. Так вот, мы считаем, что Трифа это животное, которое обязательно умрет в течение 12 месяцев. И даже если мы увидим, что, скажем, по тем признакам, которые перечислены в Талмуде, в соответствии с которым мы считаем животное Трифа, если его не зарежут, и оно проживет больше 12 месяцев, ну так перед нами чудо, случаются чудеса. Но, в общем-то, естественным образом это животное должно было умереть в течение 12 месяцев. Так вот, если врачи говорят, что перед нами больной, мы хотим сейчас его подключить, привести его в отделение интенсивной терапии, подключить его к искусственному дыханию, иными словами, в реанимацию. Но даже если реанимация пройдет сейчас удачно, и все будет хорошо, то максимум он протянет меньше года. Такого человека, в соответствии с утверждением врачей, мы называем Трифа. Более того, говорит, на самом деле это хуже, чем Трифа, потому что по поводу животного Аллаха говорит, что он не проживет 12 месяцев. По поводу человека многие комментаторы Талмуда говорят, что нет там этой границы, что человек может прожить даже и больше 12 месяцев, но он неизбежно умрет из-за той болезни, которая у него есть, или из-за той травмы, которую он пережил. А по отношению к человеку, что означает Трифа? Ведь никто же не собирается есть мясо этого человека, что означает Трифа по отношению к человеку. А статус Трифа в отношении человека означает, что если кто-то не дай бог убьет такого человека, то присудить его, вынести ему смертный приговор как убийца человека суд не сможет. Там, где убивают здорового человека, то наказание, предусмотренное Торой за убийство, это смертная казнь. При соблюдении определенных очень многих формальностей, но это то, что светит в данном случае смертная казнь. А вот там, даже где были соблюдены все формальности, на убитой оказался Трифа, то есть человек, который болен такой внутренней болезнью или пережил такую травму, что он от этой болезни или травмы обязательно умрет, такой человек называется Трифа и убивший его, он безусловно внесет наказание, это называется Бедей Шамаем, наказание от Бога. Но человеческий суд не имеет права притудить его к смертной казни, ибо убитый был Трифа. То есть он, в общем-то, убил уже полумертвого человека, почти мертвого человека, что не считается убийством, за которое может человеческий суд осудить. Божий суд его накажет, это отдельная тема, но это не наш. Так вот, человек, который определяется Трифа по отношению к другому человеку, который еще живой и только сейчас он болен, но если он выздоровеет сейчас от этой болезни, в результате которой, если мы сейчас дадим ему курс лечения и он выздоровеет и проживет больше года, то такой человек имеет, безусловно, приоритет по сравнению с тем, кто не проживет 12 месяцев, которого мы определяем как Трифа. В соответствии с этим говорит Риммой Шеф-Айнштейн, что если два человека определяются врачами, как больные, но такие, которые протянут больше 12 месяцев, но один, скажем, проживет 2-3 года, а второй молодой человек, ему 30 лет, ему еще 10 лет, 10 лет жить, а первый, скажем, у него тяжелое заболевание, рак или еще что-нибудь, и врачи говорят, 2-3 года больше он не протянет, у нас есть четкая статистика, у нас есть все показатели, это не имеет уже никакого совершенно значения. Здесь вот этот фактор того, сколько лет проживет человек после того, как вылечится, как и говорил Риммой Шеф-Айнштейн, выше, не имеет никакого значения. И фактором, который мы брать и не является фактором, который мы должны брать в расчет. Единственное, что мы берем в расчет, это трефа человек или нет. Трифа, мы сказали, что это болезнь на такой серьезной стадии, что больше 12 месяцев человек не протянет. Так вот, теперь мы возвращаемся к ситуации, которая как раз похожа на обсуждаемый нами вопрос. У нас есть ограниченное количество мест в отделении реанимации, есть несколько больных, которые претендуют на одно и то же место, скажем, в той ситуации, которую моделирует Риммой Шеф-Айнштейн, два, двое больных, один из них определяется как трефа, то есть он не протянет больше 12 месяцев, даже если сейчас мы его подключим к искусственному дыханию, а второй человек, если мы дадим ему сейчас искусственное дыхание, то он имеет все шансы, хорошие шансы выздороветь, и тогда он будет жить еще многие годы. Как быть? Говорит Риммой Шеф-Айнштейн, первый вопрос, кого мы направим в отделение реанимации, если они пришли, если они прибывают вместе, то есть они оба находятся сейчас в больнице, и нам нужно решить, поскольку у нас есть только одно свободное место в реанимации, кого из двух мы туда возьмем, убодиават, а также второй вопрос, как быть постфактум кшиба рак и хат, когда поначалу прибыл только один больной, и его сразу же подключили к аппарату искусственного дыхания, в Адайнлоид, извиняюсь, не подключили, его уже припроводили в реанимацию, в отделение интенсивной терапии, в Адайнлоид, хилюлитапельба, но еще не подключили, и тут же подошел второй человек, второй больной, а вот он уже имеет лучшие шансы на выздоровление, и если он выздоровеет, он проживет еще много лет, в отличие от первого, того, кого сейчас направили в реанимацию, он больше 12 месяцев не протянет. И на Энира на неудате, то, что кажется мне. Шимбаушнеймбэватахат, если оба прибыли в больницу более-менее, в одно и то же время, то есть мы ни одного из них еще не направили в реанимацию, и нам нужно решить, кого из них в реанимацию послать. Говорит Римон Шефайнштейн, айну, кодем шиихнису айхад миям, до того, как одного из них из них уже направили в реанимацию, прибыли второй, лахнис бетхила айт мишэлэда, а тарофим, а немцаим шам, ехолим лэрапото, им гамлэхолэзэ, царих лэотхиль, тэхэв, им еш, цорэх, аф, мисафэк. То есть, первым нужно направить в реанимацию того, кто, по мнению врачей, имеет больше шансов на выздоровление. Иными словами, Тора не отвергает принцип, который выдвигают утилитаристы, а именно первым фактором, который мы рассматриваем, шансы на выздоровление. Если есть сейчас два претендента на одно место в реанимации, в первую очередь следует направить туда человека, который имеет больше шансов на выздоровление. Но это только то, что называется лэхатхила. Это изначально. Читаю дальше по тексту. ВИИМКВАРЫХНИСУШАМ ЭТАХОЛЕ ШИЛЕДААТАМУРАКЛЕХАЕЙШАА Ну, если так уж получилось, что сначала направили в реанимацию больного, который только может жить временной жизнью. То есть, мы определили. Имеется в виду он трифа. То есть, больше 12 месяцев он не протянет. Даже если мы сейчас его подключаем к искусственному дыханию. ЭЙМОЦИНОТОМИШАМ но вот отключить его, не только что отключить его от аппаратов нельзя. Но даже если еще не подключили к аппаратам, а он только уже находится в реанимационном отделении и его готовится подключить к аппаратам, ни в коем случае нельзя его возвращать для того, чтобы направить туда другого больного, у которого лучшие шансы на выздоровление и который может прожить после курса лечения больше лет. БЕНШИАХНИСУЛОКИДИНО причем совершенно не важно направили ли его в реанимацию в соответствии законам, то есть иными словами его отправили туда, когда прецедентов других не было. Даже если врачи поступили неправильно, А именно, Бенбиш Шойгеген, он мы здесь, будь то нарочно, будь то намеренно, будь то по ошибке, предположим, по ошибке было два больных, один из них в плохом состоянии, который не может протянуть больше 12 месяцев, другой, который имеет все шансы после выздоровления прожить многие годы, и направили именно того, кто был в более тяжелом состоянии, того, кто трефа, даже если так, даже если это было сделано по ошибке, не имеют права врачи сейчас вернуть первого больного для того, чтобы направить в реанимацию другого больного, который имеет лучшие шансы для выздоровления. Почему? Если изначально следовало направить туда того, кто имеет лучшие шансы на выздоровление, то почему постфактум, называется, плохебодиават, мы не меняем этого решения и не возвращаем больного, которого по ошибке туда направили? Поясняется больше файл, что ватам пашут, а причина эта ума проста. Девадай, хаяй арауил и трапе велих йод, коли мэй хая в арауин, шиих е кедерых ста минши, адди фамелю шомдим ламут, мецада холи шилайм. Конечно же, у нас нет никакого сомнения, что ценность жизни того, кто может после выздоровления жить полноценной жизнью, она больше, чем ценность жизни того, кто сейчас болен настолько, что от этой болезни он неизбежно, по свидетельству врачей, умрет в течение 12 месяцев. Это да, поскольку врачи не могут вылечить этой болезни. А вальзе, рак ли, альба, но это только по отношению к другим людям. То есть, если мы спрашиваем других людей, врачей, медсестер, кого бы то ни было, кому следует отдать предпочтение? Тому, кто умрет в ближайшие 12 месяцев, или тому, кто может жить полноценной жизнью после выздоровления, ответ однозначно да, тому предпочтение дается тому, кто может прожить полной жизнью после выздоровления. Но самому человеку, если мы самого человека сейчас представим себе, что мы, прочитав подобное решение, что предпочтение следует отдать тому, кто сумеет выздоровев прожить полноценной жизнью, но мы по ошибке уже завезли в реанимацию кровать с человеком тяжелобольным, который больше года не протянет. А что, если мы сейчас подойдем к этому больному и скажем, извините, пожалуйста, тысячу извинений, но так уж получилось, что оказалось, что есть здесь еще один больной. И это в отличие от вас, вы уж простите, вы больны неизлечимой болезнью, как вам известно. А этот человек молодой, крепкий, здоровый, и если мы его сейчас вылечим, то он проживет долгой нормальной жизнью. Не хотели бы вы уступить ему место? Я беру, конечно, это совершенно теоретическое, фантастическое представление, потому что никто из врачей подобного никогда не сделает, очевидно. Но если бы мы его спросили и прибавили, а вы знаете, что Рыбойшин Файнштейн в своей респонсе обосновал очень четко, что у вот того человека, который сейчас ожидает за дверью реанимационного отделения, то у него есть приоритет по отношению к вам. Поэтому не кажется ли вам, что с точки зрения Аллахи вы должны уступить ему свое место в реанимации? Ответ – нет. Сам человек, и это мы объясняли на прошлом уроке, и не раз к этому, очевидно, будем возвращаться, сам человек действует по принципу «выхай ахиха имах», и пусть будет жить брат твой с тобой. То есть ты должен сделать все усилия для того, чтобы брат твой был жив, но вместе с тобой. Отсюда говорит Алмуд «хаеха кодмим лихаеха вирха». Ты должен всегда знать, что твоя жизнь имеет приоритет по отношению к другому человеку. Это значит, первое, как минимум, что ты не обязан жертвовать своей жизнью ради другого. Даже если твоя жизнь короткая, даже если твоя жизнь – это хаейша-а, это временная жизнь, жизнь, которая измеряется днями, неделями или месяцами, не больше. А другой человек – это полный жизни. Здоровый человек, который сейчас только заболел, но если его вылечат, то он проживет еще долгую счастливую жизнь, не обязан я жертвовать своей даже очень короткой жизнью для спасения другого человека. Причем, продолжая дальше больше Файнштейн, поскольку Когда я говорю, что я жертвую свою жизнь. Понятно, что если человека пожилого еще не подключили, еще не привезли в реанимацию, а он находится в обычной больничной палате, то тогда нельзя сказать, что он жертвует. Если его сейчас не возьмут в реанимацию, то он еще ничем не жертвует. Но если он уже находится в реанимации, то он уже получил права на пользование вот этим вот реанимационным отделением и на пользование аппаратами искусственного дыхания и тому подобное. И дело не только в том, что человек обычно платит за свое излечение в больнице, даже если он, скорее всего, он платит не сам из своего кармана, а платит его больничные кассы, его финансовые структуры, которые обеспечивают людям страховку медицинскую. Они заплатят больнице, но так или иначе у него здесь возникли естественные права на пользование этим местом. Его уже туда привезли. На что это похоже? Если человек пришел в ресторан, столик свободный, свободный, сел за этот столик. Правильно ли будет ему сказать, а что это вы сидите за этот столик? Вот мы сейчас хотим посадить другого человека, более важного, чем вы. Вы, пожалуйста, пересядьте за другой столик. Я за этот столик уже сел, он был свободный, не осел. Я уже это место занял, оно, извините, занято. Если бы здесь с самого начала стояла бумажечка, что этот столик зарезервирован, конечно, но столик был свободный, не осел. Очередь. Тоже совершенно естественная вещь. То же самое и здесь. Человек уже попал в реанимационное отделение, поэтому мы, безусловно, не станем, этот человек не обязан сам жертвовать своей жизнью и жертвовать своими правами. А права у него есть. Откуда у него права? Права у него из того факта, что он уже оказался в реанимационном отделении, он уже там, и это его права, которые имеют и, так сказать, юридический, и, скажем, имущественный характер тоже. То есть у него сейчас не исключено, что есть определенные имущественные права на пользование этими агрегатами в больнице, в реанимационном отделении, поскольку он туда уже попал, он уже занял это место, и это его права, соответственно, он сам не обязан отдавать эти права другому человеку. А персонал больницы не имеет права лишать его этих прав. Поэтому, если уже попал такой больной, вот в той ситуации, с которой я начал урок, вспоминая испанского врача, которому было приказано отключать пожилых больных от искусственного дыхания для того, чтобы дать шансы более молодым, то нам теперь понятно, что делать этого нельзя ни в коем случае, это запрещено, и не только отключать от искусственного дыхания, но даже если еще не подключили к искусственному дыханию, говорит Ромой Шифаеншин, не возвращать, если уже больной попал, даже такой, который не протянет, имеет небольшие шансы на выздоровление, и не протянет больше 12 месяцев, то возвращать его из реанимации и вместо него привозить другого больного нельзя. Все же, если перед нами два больных, ни одного из них еще не отправили в отделение татсимной терапии, то здесь, говорит Ромой Шифаеншин, безусловно, нам следует дать приоритет, предпочесть того, кто в случае, когда один из них может прожить не больше 12 месяцев, а другой может прожить больше, поскольку мы должны дать возможность, обращая внимание на возможность выздоровления, то приоритет принадлежит тому человеку, который, если выздоровеет в результате нашего медицинского обслуживания, сможет прожить больше 12 месяцев. Что касается сроков свыше 12 месяцев, как 2 года, 2 года или 20 лет, 3 года или 40-50 лет, здесь никакой разницы нет. Здесь мы будем брать во внимание только уже шансы на выздоровление. Правда и здесь, в скобочках, он говорит, что может быть некоторый психологический эффект, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. А именно. Если человек, которого мы определяем как трифа, то есть он не сможет прожить больше 12 месяцев, если из-за того, что мы не возьмем его в реанимацию и вместо него возьмем другого человека, если в результате он вдруг поймет, что его считают уже покойником, и поэтому не хотят им заниматься, то это может привести его психологически к такому стрессу, который убыстрит его кончину. А вот этого делать нельзя. Поэтому, если есть такое опасение, то нам нельзя давать предпочтение другому человеку, ибо тогда мы своими действиями, пусть косвенно, но приведем к более скорой кончине больного, а это вещь совершенно исключающаяся. Это позиция Реммонша Файнштейна, и она повторяется другим и крупнейшим авторитетом того же времени. Мы говорим сейчас об авторитетах конца 20 века. Шловизарм Нойербах в сборнике респонсов Хад Шломо он идет в том же направлении. Я зачитываю то, что он говорит. Итак, два фактора, которые мы взвешиваем, когда должны решить, кому из больных дать предпочтение, это насколько серьезна болезнь, с одной стороны, и каковы шансы на выздоровление с другой стороны. Вот эти два фактора и определяют приоритет. И дальше он пишет Что касается возраста человека, то это совершенно никоим образом не является фактором, который взвешивается. Но отдать аппарат искусственного дыхания, отобрать его у одного больного, другому, который находится в более тяжелом состоянии, или наоборот, ОШЕЕШЛОШИНИЮ ТЕРСИКУИМ, либо тому больному, у которого есть больше шансов на выздоровление. То есть, вы сказали, два фактора. Следует отдать предпочтение тому, кто в более тяжелом состоянии, или тому, у кого больше шансов на выздоровление. Но если мы подключили к аппарату искусственного дыхания, человека, который имеет меньше шансов на выздоровление, или человека, который не так серьезно болен, а здесь есть другой человек, приоритетный, либо потому, что он более серьезно болен, либо потому, что у него больше шансов на выздоровление, забрать, отключить человека от аппарата искусственного дыхания для того, чтобы подключить к нему другого, более приоритетного больного, это исключается. Это делать нельзя. Более того, продолжает дальше рапшлом из Альмануэр Бах. Вихен им квары тхил аруфей лейтасек и махулей амисукан, аналогично. Если врач занялся больным, занялся опасно больным, мистабер, декмоша усек бимитсва, патур мина митсва, если врач уже занялся, и это не обязательно при вопросе о искусственном дыхании. Скажем, подобная ситуация возникает, и когда прибывают медики на место аварии, в которой много людей получили травмы, повреждения, то, конечно же, они должны прежде всего осмотреть всех и выявить тех, у кого более опасные травмы, и тех, у кого больше шансов на выздоровление. Но если врач уже начал заниматься одним больным, и вдруг выясняется, что есть другой, у которого либо более тяжелая травма, либо больше шансов на выздоровление, не следует ему оставлять первого и переходить к другому больному, несмотря на то, что тот более приоритетный. Почему? Говорит Рапшла, на самом деле, не исключено, что это даже запрещено. И принцип, на который он здесь указывает, называется валахе «Осегбе митцва патурме митцва». А именно, если человек уже конкретно занимается исполнением какой-то заповеди, и ему подворачивается под руку другая заповедь, то он освобожден от этой второй заповеди, то есть его занятие первой заповедью освобождает его от занятия другой заповедью. И в соответствии с этим, он не только не обязан обратиться к другой заповеди, ему нельзя, потому что вторая заповедь по отношению к первой становится как не заповедь, ибо он освобожден от ее выполнения. То же самое здесь. Если человек, врач, кто бы то ни было, занят сейчас исполнением заповеди спасения жизни одного больного, то он сейчас освобожден от заповеди спасения жизни другого больного. Стало быть, ему нельзя бросить первого больного для того, чтобы заниматься вторым, несмотря на то, что у второго есть больше шансов на выздоровление. Соответственно, не только что нет обязанности, но и есть и запрет. Так писал Робшлай Назар Мнойрбах, и это вполне присоединяется к тому, что мы видели прежде мнение другого авторитета, современного ему, Ромойши Файнстера. Но вот где-то месяц-полтора назад вышла брошюра, которую написал уже один из современных по ским, Равашер Вайс, и он ее написал как раз в связи с теми аллогическими вопросами, которые вызвала эпидемия коронавируса. Среди прочего он пишет, что к нему обратилась комиссия по медицинской этике с просьбой высказать мнение Аллахи, как он его понимает по данным вопросам, и вот, что он там пишет. Его подход несколько иной. Пишет он так. Если мы, не дай Бог, дойдем до состояния, что в больницах, в больницах окажется, речь идет про Израиль, в Израиле до сих пор, слава Богу, такого не случилось, но если, не дай Бог, мы дойдем до такой ситуации, что у нас будет нехватка в аппаратах искусственного дыхания. И мы знаем, что на пути к нам, обычно больница получает от скорой помощи сообщение о том, что на пути к ним находится такой-то больной, такой-то и такой-то больной. И персонал больницы понимает, что на пути к ним находятся больные, которых сразу нужно будет поместить в реанимацию и подключать их к искусственному дыханию. И у нас эти, мы знаем, что эти больные находятся в пути к нам. А сейчас оказалось, что в больнице есть больной, очень тяжело больной, почти безнадежный больной, которому врачи говорят, что у него почти нет шансов выжить. И тогда, если мы его сейчас подключим, и не будет уже места для другого больного, то в таком случае второй больной, у которого куда больше шансов выздороветь и выжить потом, окажется обреченным на смерть. Мы еще, это не та ситуация, которую говорит мой шеф-айшин, когда уже завезли человека в реанимационное отделение. Мы сейчас только решаем, кого завести. Того, кто прибыл первым, то есть вообще в очереди он первый, он сейчас уже в больнице, реально. И сейчас есть митсва его вылечить и спасти. Но есть еще в пути, его еще ввезут другой больной, который тоже нуждается в искусственном дыхании, но у него есть больше шансов на то, чтобы выздороветь и выжить. Как нам быть? Говорит Реваш Рвайс. Мне очень страшно давать решение по такому вопросу, потому что мы говорим здесь о жизни и смерти. Имеет, при всем при том, как не страшно мне это говорить, я считаю, что персонал больницы имеет право воспрепятствовать тому больному, который уже находится в больнице, воспрепятствовать его подключению к искусственному дыханию, для того, чтобы дать шансы на выздоровление другому больному, который находится в пути и только скоро прибудет в больницу, ибо у него, как ясно из его клинической картины, у него больше шансов на выздоровление. И дальше он пишет. И здесь он начинает спор с респонсой Менхач Ламоа, Рабой Эрбаха, которую я зачитал раньше. Вензе думеладинэгдимабы митсвот. И это совсем-совсем не похоже на вопрос о предпочтении исполнению заповедей, таких как цицит, утфелин, сука, лулав и так далее. В них всегда принцип, что та заповедь, которая оказалась мне самой близкой, вот сейчас человек занялся этой заповедью, он не бросает эту заповедь, не отставляет ее в сторону, чтобы заниматься другой заповедью, даже если она кажется ему более важной. Там этот принцип жесткий, но к вопросу о спасении жизни он не относится. Хотя, пишет Раваш Рвайс, я знаю, что есть такие, которые считали по-другому. Хотя я знаю, что есть из великих, из крупных авторитетов прошлого поколения, он имеет здесь в виду Рафайнштейна, которые считают, что тот, кто уже попал в больницу, у него есть права. Он, это, так сказать, его первое место в очереди дает ему право на использование агрегатов и оборудования больницы. И мы не имеем права отнять у него эти права. Но мне кажется, что никаких имущественных прав на пользование реанимационным отделением или какими-то другими агрегатами больницы у больного нет, несмотря на то, что он прибыл первым. Он, на самом деле, не имеет этих прав, и это неверно. И дальше он пишет, и хотя я видел, и он здесь упоминает это, И он считает, что здесь действительно действует принцип что тот, кто уже занимается одной заповедью, он не имеет права бросить эту заповедь и перейти к другой заповеди. Аналогично, если врач уже занялся одним больным, он не имеет права бросить его и перейти к другому больному, несмотря на то, что шансы второго больного выздороветь куда больше, я знаю, что такое мнение высказано, но... Здесь он пишет следующее. Как мне кажется, Равой Рабах высказывал все эти соображения чисто теоретически. То есть это не был конкретный вопрос, заданный в конкретной ситуации, так, чтобы врач ему позвонил и спросил бы его, вот, Ребе, у меня есть два больных в отделении, один из них болен очень тяжело и вряд ли его шансы выжить очень малы, а есть другой человек, скажем, как в случае с коронавирусом, когда более молодые люди, мы знаем, что у них куда больше шансов выжить, так кого из них мне подключать? Не было такого, чтобы Равой Рабаха спросили такой вопрос. Практически все, что он там писал, это только теоретические соображения, и я вовсе не знаю, что бы он ответил, если бы его спросили этот вопрос на практике, и откуда, говорит Раввайс, мне ясно, что это были только теоретические соображения, ибо подобной ситуации, как есть сегодня, когда есть сотни и тысячи больных, и мест в реанимации может не хватить, тогда во времена Равой Рабаха не было. Честно говоря, я не очень понимаю, на основании чего Раван Шербайс так решил, потому что действительно не было такой ситуации, что сотням и тысячам людей одновременно, как при коронавирусе, нужно искусственное дыхание, но дело в том, что ситуация, которая была тогда в больницах, если взять 70-е и 80-е годы 20-го столетия, то тогда места в реанимации было просто очень мало, конкретно вообще, насколько я знаю, искусственное дыхание и подобного рода аппараты, они существовали тогда, по крайней мере, в Израиле, только при хирургических отделениях, то есть человек, который выходил из операции, его подключали к реанимации, но остальные больные, которые не были операционными, больными, которые не прошли операцию, для них просто не было. И точно так же по другим, не только искусственное дыхание, я хорошо помню ситуацию, я сам с ней столкнулся, когда количество коек на гемодиализе было тоже ограничено, больных, которые нуждались в гемодиализе, было много, а количество коек тогда было очень маленькое, это не так, как сегодня, поэтому, в общем-то, и во времена Равой Эрбаха были такие ситуации практически, и поэтому я вовсе не уверен, что то, что писал Равой Эрбаха, это были исключительно теоретические выкладки, и, может быть, при заданном ему вопросе на практике он бы сказал бы по-другому. Так или иначе, скорее всего, мы видим здесь расхождение во мнениях, то есть большая часть пуски, из тех, которые мы видели, в общем-то, это большая часть авторитета, действительно считает, что бедиават постфактум, если уже занялись одним больным, несмотря на то, что тут же в короткое время оказывается, что есть другой больной, приоритетный, либо потому, что у него более тяжелое состояние, либо потому, что у него больше шансов на выздоровление, нельзя бросать первого больного и переходить к другому больному. Все наши предпочтения по этим двум факторам тяжесть болезни и шансы выздороветь, а не только ле-хат-хила изначально, но не постфактум бедиават. Для того, чтобы завершить эту тему, я хочу упомянуть здесь еще две важные аллахи. Первое. В том случае, когда мы хотим подключить человека, отправить человека в реанимацию, если этот человек сам говорит, оставьте меня в покое, я не хочу мучиться, я не хочу... Мне надоело жить. Дайте мне спокойно умереть. Несмотря на это, мы обязаны его спасать. Так считает абсолютное большинство современных авторитетов. обязанность спасения больного не уменьшается тем, что ему самому жить дальше не хочется. Мы обязаны давать ему курс лечения. Исключение. Если лечение, которое мы ему даем, оно само по себе имеет определенную опасность, но врачи все-таки предпочитают давать такой курс лечения, потому что в обратном случае, если не дать, человек совершенно очевидно умрет, а если мы дадим ему этот курс лечения, то, может быть, он выживет. Хотя уверенности у нас нет, и само это лечение опасно. Вот здесь принудить больного к такому курсу лечения мы не можем. Но если подобной опасности нет, и если больной не хочет получать лечение, либо потому, что оно очень мучительно, и он просто малодушно боится боли и страданий, и предпочитает уже лучше умереть, чем переносить этот мучительный курс лечения, что безусловно иррационально, и неправильно, то мы его не слушаем, мы даем ему этот курс лечения. И в том случае, когда он говорит, что просто ему уже надоело жить, и не видит никакого смысла в продолжении своей жизни, то мы все-таки даем ему курс лечения. Но это тогда, когда врачи считают, что этот курс лечения может дать человеку шанс на выздоровление. Если же, по мнению врачей, шансов на выздоровление нет, и предлагаемый ими курс лечения может только продлить жизнь человека, а человек терпит страдания, он болен, и не просто болен, а терпит страдания, то вот здесь искусственным образом удлинять его жизнь, не имея никаких шансов на излечение, давать ему лекарства, которые таким образом продлят его жизнь, и продлят его страдания, это не следует делать. Здесь позиция, то, что называется валахе, шеф вальтасе, пассивная позиция. То есть ни в коем случае нельзя приблизить смерть такого человека, никаких действий, которые могут приблизить смерть такого человека, даже если он безнадежно больной, и все врачи уже поднимают руки и говорят, что мы ничего уже сделать не можем, мы помочь ему не в состоянии, мы можем только помочь ему избавиться от страданий, этого делать нельзя ни в коем случае, но и удлинять его жизнь искусственным образом тоже не следует, а пассивная ситуация, шеф вальтасе, ничего не делай, и уже Всевышний решит, как с этим человеком быть. Дай Бог действительно, чтобы все эти вопросы оставались у нас исключительно теоретическими, чтобы не пришлось нам решать подобные вопросы на практике, а осталось бы это у нас только изучением Торы, за которые всегда есть и награда, и кроме того, само по себе вопросы интересные с точки зрения изучения. изучения.